Доброго времени суток! В прошлом году мы были приглашены на свадьбу моим другом Иваном, который женил своего сына, и свадьба прошла в доме стоимостью 5 миллионов долларов. Долго собирался с мыслями, и вот представляю вам этот дом. Может быть вы когда-то раньше и были в таких домах, а я так в первый раз. Дом, конечно, построен как обычно. Деревянный каркас и весь обложен каменной плиткой. Даже крыша покрыта не черепицей, а камнем. Первая часть дома была построена в 1990 году и продана за 200 тысяч долларов. На мой взгляд, дом состоит из четырех домов, которые пристраивались к нему, судя по переходным коридорам. В доме семь спален, восемь ванных с туалетами, но их, на мой взгляд, кажется больше. Также в одном крыле есть сауна и, конечно, кухни и столовые по всему периметру. В последствии, когда дом, а сейчас замок разрастался, добавлялись аллеи и бассейн. Дом был продан за 3 миллиона долларов в 2005 году. Цена дома упала до 1 миллиона 900 тысяч, был куплен нынешними хозяемами, и они сдают этот замок в аренду. Одна ночь стоит 1700 долларов. Сами они в нем жить не хотят, их всего трое, а дом просто огромен. И, кстати, на выходные его всегда кто-то арендует. На территории этого дома даже стоит пушка. 1897 года выпуска. Вот она какая, морская пушка. Уже погнила практически вся. Мини-гольф, то есть маленькое поле для гольфа даже здесь вот со своими лунками. Стреляй откуда хочешь. И ящерки, ящерки. Они типа хозяйки тут выбежали посмотреть, кто же их потревожил. Это еще далеко-далеко не весь двор. Вот тут, наверное, в шахматы играют люди. Вот это не дерево. Это все отлито с бетона. Декоративно сделано под дерево. Вот, можно сказать, я с самого заду зашел посмотреть на этот дом. Очень все красиво и живописно украшено. Это терраска такая, можно сказать, это верхний, задний двор, под которым находится бассейн. Правда, рыбок там нету, хлоркой слишком несет. Эдуард, мы все снимаем эту красоту. Поднимаемся на верхний двор. Крыша этого дома покрыта камнем, как я вам говорил уже. Это такой специальный камень есть, который очень легко слоится, легко крошится и даже режется. Я не помню его название этого камня, но вот крыша каменная. Завтра будет у нас тут гуляние, обещают 70 градусов на улице, то есть это где-то приблизительно 25, может 24 градуса по Цельсию. Может быть мы и занырнем сюда, если разрешат. Но это все будет завтра. И вот они уже стоят. Видимо их привезли, где-то будут устанавливать, потому что они как бы так не на месте, я думаю, находятся, эти аллигаторы. Давайте заглянем с вами в офис. Очень серьезный офис здесь. И вот он мой друг начальника Ма сидит. Здравствуйте, здравствуйте, начальник. Привет, друг мой. Как вы? Спасибо, что приехал. Я смотрю, вы тут хорошо обустроились. Ну, стараемся. В Orange County. Это этот, как его, Эйнштейн, да, походу? Да. Вот, статуя Эйнштейна, да, да, Эйнштейн, вот его и фотка. Да, Иван, красиво ты, в общем-то, устроился. Друг, в Калифорнии жить, по Калифорнии быть. По-калифорнийски быть, да, вот что значит, да? Тяжелый труд, 22-летний, да? Да. Вот такие результаты дал свое время. Я, друзья, ошибся, этот дом стоит не 5 миллионов, а 10 миллионов. Пойдем, Иван, проведи нас. По этому дому. Я не знаю, как это уже называть. Это может быть один зал, который совмещается через кухню вон по коридору с другим залом. Все тут у нас. Черри, гранит, паркет. На потолке картины. Сейчас идем в винный погреб. Так что, оставайтесь, друзья, с нами. Мы идем в винный погреб. Вот такая дорога нас сопровождает через виноградные поля. Винная комната. Вина, конечно, здесь немного, но у них... Немножко тут темно. Ага. Сейчас я не могу найти, где... Ну, бочки явно... Ну, правда, вина немного на самом деле. Ну, вот уже здесь даже винный полный. Для красоты вот картина. У меня в зале, так, а у людей всего лишь в винной комнате. Так что... Пошлите наверх. Вот так идем наверх, смотри, что... Наконец-то Иван свет включил. Дом большой. Если везде свет включать, дорого будет стоить, да? Ну, вот такой он винный погреб с бочками. Пошлите дальше. Пошлите дальше. Да, теперь мы проходим через кухню. Да, это мой кабинет. И тут уже более-менее какая-то жилая часть дома получается. Здесь много жилых. Здесь много жилых. Вот еще. Сами думайте, как это все называется. Средняя комната или не средняя. Вот еще один зал. С фортепиано. С вот этими бэй-виндоу. Бэй-виндоу. Ну, вот этими окнами, которые панорамные, или как там их назвать. Через которые можно смотреть на гольф. На поля гольфа. Можно осматривать немножко свою территорию по периметру. Да. Теперь мы идем дальше. Впереди, перед нами. Ага. Это пол-эстравертина. Пол-эстравертина. Весь такой беленький, кремового цвета. Кстати, статуи тоже, говорят, не слабо стоят. Вот эти две статуи, друзья, сегодня оцениваются 600 тысяч долларов. Каждая, ну понятно, 300 тысяч долларов. Их тут две стоим. Чистая бронза. Вот такие вот. Это Гай Юлициезер, наверное, тут. А эта картина называется Возьми меня собою. Вот так. Вот здесь получается гейм-рум, игровая комната, бар, кинотеатр с подсветками. Ну и обязательно видите потолок какой подвесной, крутой, красивый. Как это? Двухъярусные потолки, да, Иван, у тебя? Да. Называются они, да? С картинами. С картинами, вот. Я не знаю, ангелы там или семейные. Это все такие фрагменты, или как? Фрагменты, по-моему, да? Игровые аппараты. Игровые аппараты. И вот этот кинозам. И вот этот вот товарищ всем известный. И дальше мы проходим, это уже действительно кинотеатр. Вот кинотеатр. Можно сидеть. Левелы разные. И вон там экран. Раз, два, три, четыре. 12 человек, гостей можно, могут сидеть в этой красной увешанной драпированными красными занавесками комнате и смотреть любимый фильм «Бандитский Петербург». Кому, если вдруг стало холодно в этом зале, можно выйти в джакузи, погреться. Ну, красота, красота. Что там говорить? И это все, друзья, только первый этаж. Мы еще не поднимались на второй этаж. Так, на второй этаж надо разуваться. Ага, это выход. Туда, откуда мы пришли. Ну что ж, пошли идти дальше. Второй этаж. Ковровая дорожка. Это Эдик там тоже репортаж снимает для своих родственников в Украине. Ну, второй этаж, я так скажу вам. Намного поскромнее. Намного кухонька такая. На мой взгляд, уже не броская. Сейчас выйдем на балкон. Туалет, вот он. С высокими потолками. И с умывальником. Это просто туалет. Каминный зал. Может быть, такой маленький. Камин, я думаю, не натуральный. Потому что... Потому что в Калифорнии, походу, уже запретили иметь натуральные камины. Вот она, спальная комната. Так называемый мастер-бедрум. Правда, я вам скажу, что-то для 10 миллионов долларов. Аппаратура, которая стоит здесь на столе, очень, я так думаю, устаревшая, на мой взгляд. Да, очень интересная такая комната. Даже с кофе. Кофе-тейбл. Кофейным столиком. И с двумя креслами. Если вдруг напала бессонница, встал, отодвинул шторки. И понаблюдал, что происходит за окном. А теперь ванная комната. Джакузи. Умывальник. Душ. И сральник. Все в одном комплекте. Это уже Лана сегодня свою комнату присмотрели. А теперь выйдем на балкон. Вид с балкона на какую-то часть города. Здесь композиция. Девушка с обнаженной грудью стоит. Тут дракон держит фонарь. Короче, все стильно. И винтовая лестница на смотровую башню. Вот какая смотровая башня. И вот она, эта каменная крыша. Выходим на эту смотровую башню с бойницами, если что. И вот он. Вид на город. Какой-то фривей вот тут проходит, по-моему, пятерка. И вот он, вид сверху на этот дом. Хочу провести вас по периметру этого балкона. По периметру этого дома. Весь дом обложен камнем. Я думаю, что это гранит необработанный. И можно пройтись вокруг, можно сказать, этого участка дома. Здесь дорожка заканчивается. Далеко не убежишь. Интересная вот эта вставочка. Наверное, тут кусок камня вывалился. Так они поребрик этот вставили. Еще одна гостевая комната. Что интересно, туалет здесь выполнен в старинном стиле. Как, в общем-то, мы привыкли видеть в 70-х, 80-х годах везде в Советском Союзе. И ванна чугунная. Ну, насчет чугуна я не знаю. Но чугунная. Так что, здравствуйте, 70-е и 60-е. Ну, а теперь пойдем в другое крыло этого дома. Белый карпит. Это вход. Вход центральный. С вот такой люстрой. Также с дубовым потолком наверху. Ага. Что-то напоминает это римский стиль. Опять же, спальня. Да, спальня отделана такими вот статуями. Помпезными. Ого. Размер, конечно, этой комнаты поражает. И размер этой кроватки, конечно, тоже мощный. Опять же, кофейный столик. Уютное такое местечко. Ох, 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 ох. Ну, а тут вообще-то, да, все для блаженства и неги. Полу стилен также травертином. Свеча стоит вот такая отделанная. Ангелочком, если ее поджечь. Джакузи. У-ху-ху. Колонный зал. Там понятно, что находится. Душ. В общем-то, травертин, я думаю, этот ракушечник. Это, можно сказать, такой калифорнийский национальный камень. Который подчеркивает тот акцент дома, который находится в Калифорнии. Да. Вот это размах с видом на природу. Выходя из этой спальни с джакузи, можно повернуть налево и спуститься обратно на первый этаж. Но мы пойдем дальше. Вот это все отделано дубом. Опять же, мы идем дальше. Хозяева этого дома, они боятся в этом доме жить, потому что их двое и ребенок. А дом настолько большой, что они себя чувствуют в этом доме неуютно. Я не знаю почему. Вот. Красавица. Филиппиниан. Мисс Филиппиниан. 2010 года. Очередная спальня для гостей со своим туалетом, со своим душем, как обычно. Ну и, наверное, дом заканчивается уже вот здесь. Еще какой-то спальней для гостей. Ага. Хороший такой ансамбль здесь. Над кроватью. И следующая спальня. Тут, наверное, скорее всего для детей. Потому что две кровати. На мой взгляд, телевизор. В уголку. Ну и тут вот, опять же, душевая комната. А может быть, это даже и стим рум. Нет, это не стим рум. Это душевая. А из этой спальни можно так же выйти на приватный балкончик. И посидеть, попить кофе. В общем-то, отсюда никого, никто не увидит. Еще хочу показать вам туалет. С шумопоглощающими обоями. Вот такой материал, который поглощает весь ненужный шум, который происходит в уморной. Вот такой вот. Хоть так полежу в чакузе. Воды нету. Я типа помечтаю. Барон. Зато зеркало вон какое. Красота. Все по старинке. Вот эти дубовые. Краунмолдинги. А хорошо вы смотритесь, господин Усков? Еще подушку сюда надо. И все. Это Иван, хозяин торжества. Гости разогреваются в предвкушении праздника. Музыканты настраивают аппаратуру. Молодые наводят последние штрихи. Столы и угощения уже готовы. Так что давайте будем праздновать. Поэтому мы сейчас хотим просто сделать родительское благословение для них. И отпраздновать этот вечер. Музыканты настраивают. Такие девочки я просто... Ну вот что мне мама говорила в детстве. И бабушка мама говорила. Молитесь за своих жен. И вот Бог ответил на молитву. А кто молился? Молился. Хоть я не похож, что я молюсь, но молюсь. И мне бабушка, и Виктор Васильевич, но учу, что Виктор Васильевич сказал мне. Володя, Володя, найди себе жену, ту правильную жену, которая за тобой будет ухаживать. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok